здравствуйте любители канароводы что давайте сегодня там много позадавали вопросов очень много непонятных вещей написано то есть ну понятно ребята со средней азии не плохо знают русский язык сожалению не могут написать непонятно что пишут что хотят сказать что хотят спросить приходится как-то догадываться но это не привыкать конечно вот много мне звонили вчера ребята там именно по вопросу вот русская канарейка и так далее давайте я сейчас коротко скажу и наверное вот эту тему мы закроем почему потому что я думаю что излишне будет что-то говорит кто понимает тот поймет кто не понимает уме поймет вот я исхожу из таких принципов я делю людей именно на две категории которые слушают и понимают и людей которые слушают но не понимают поэтому скажу так значит точную дату конкретно допустим какого числа какого месяца потому что разные источники которыми я пользовался то есть читал книги там журналы газеты и так далее выдержки все и в интернете есть тоже кое-что по определению когда же это все началось когда появилась русская канарейка овсяночного напева и почему она так называется вот скажу более коротко начать по разным источникам от 1912 года по 1914 в разных по-разному пишется павловский канаровод рябов по моему иван если я не ошибаюсь вот обучил птичек своих канарейк живыми учителями овсянками овсянками обыкновенными вот и выставил группу птиц на показ в обществе канароводов в россии людям понравилось понравился этот напев овсяночный они сначала не называли его овсяночный он понравился он так как создатель этого напева был рябов вот не называли рябовский напев другие занимались разными то есть кто шарманкой учил божий царя хранили там другие какие-то этюды музыкальные либо на дудочке подсвистывали какие-то мелодии то есть было вот такое разнообразие это было и 18 веке и в 17 веке то что говорят там 500 лет канарейки ну глупости русской канарейки не 500 лет она появилась и узаконилась грубо говоря узаконилась то есть получила вот такое всенародное название любителями именно вот в этот период в начало в начале двадцатого века значит спустя пять лет после показа рябовым этих птичек у него скупили любители начали увлекаться тоже им понравилось начали заниматься именно вот рябовским напевом и когда спустя пять лет люди выставили птиц уже много было птиц которые пили вот этого рябовский напев так как они пели овсянками вот разнообразными трелями овсянки обыкновенные подчеркиваю не другие овсянки потому что многие путают вот начали называть этот напев овсяночный напев потому что он состоял из трелей овсянки обыкновенной разнообразных трелей вот спустя еще некоторое время практически все подавляющее большинство любителей канароводов в россии значит им нравился вот именно вот этот овсяночный напев и в итоге они собрались и решили назвать его еще и русский то есть получилось полное название русская канарейка овсяночного напев русская потому что но это происходило все на территории россии занимались этим русские любители канареек тогда назывались они называли себя не любителями охотниками то есть люди охочие до канареечного пения вот так появилось название русская канарейка овсяночного напева после второй мировой войны пятьдесят седьмом году вели на не помню как его имя было чисто вот первый председатель и создатель клуба московского вели разработал методику оценок и так далее как проводить конкурсы как оценивать птичек эта птичка также называлась русская канарейка овсяночного напева все дальше не буду говорить вот эти все интерпретации лесной напев какой-то еще свистовой напев синичий напев ребята ну хватит вот этим либо вы если хотите я рассказывал вам как заниматься селекции как достигать желаемых результатов но это можно запомнить и раз и навсегда я еще раз просто поставлю точку жирно что селекции можно заниматься только с той птицей которая открытая далее продолжим открытая птица это не птица которая с детства находилась в одиночной клетке не имея общение и контакта с себе подобными это не считается открытая птица открытая птица это те птицы которые с детства развиваются в обществе себе подобных, общаются и обучаются пению. И вот в этих условиях, что птица поет на выходе, то она любит петь. А то, что она любит петь, она может передавать своему потомству по наследству. Все, точка. Больше вопросов этих не стоит задавать, потому что я все это сказал. Потому что люди мне пишут. Вы знаете, у меня есть кинер, я сто процентов уверен, что он открыто обучался. Ну хватит, ну нету такого. Ребята, прекратите, нету такого. Нету, чтобы в вольере обучали птиц на сегодняшний день. Нету такого. И поэтому говорить, что вот, ну вы откройте интернет, посмотрите, ставят видео, птицу в ящике с дверью. Дверь открытая, и они подписывают внизу, что птица обучалась открыто. Ну, ну это же бред какой-то. Вот. Если вы хотите заниматься селекцией, то еще раз я говорю, запомните. Селекцией можно заниматься только с той птицей, которая воспитывалась и обучалась, и содержалась в вольере себе подобными. Все. Это называется открытая птица. Я так называю. Все, давайте прекратим вот эти разбросы всякие. Потому что вы спрашиваете мне, кого с кем спаривать, как мне вот этого с этим спарить, кого мне как спарить. Ребят, как я вам могу сказать, я не знаю эту птицу, которая у вас, от кого она к вам пришла. Тот, как держал эту птицу, как он ее обучал, что в ней есть. Я даже не вижу ее образно, как я вам могу сказать. Вы хотите, чтобы я вас обманывал? Я не хочу. Я не привык обманывать людей. Я привык говорить правду. Может быть, она нехорошая, ненужная, но это правда. Поэтому вот давайте вот эту тему мы будем разговаривать. Уже я сказал, не надо уже тормошить вот это дело. Нравится вам крыто держать? Держите крыто. Вопросов нет. Но сюда не надо, потому что ничего не получится. Я не то, что не хочу вам помочь. Нет. Потому что просто-напросто это будет бестолку. Потому что я вам скажу, вот так сделай этого, споруй с этим. Вы споруете, получите другой результат какой-то и будете говорить, что вот я обманщик, я говорю не правильные вещи. Поэтому вот давайте вот это определимся конкретно. Сегодня я хотел, кроме всего этого, поговорить о такой науке, как этология. То есть это одна из новейших отраслей зоологии, которая изучает поведение животных. В эту отрасль входит и зоопсихология, и генетика входит. То есть много отраслей зоологических, связанных именно с повадками животных. Вот изучает вот эта наука. То есть не зная, не понимая этих всех принципов, невозможно заниматься селекцией. То есть, или тем же самым, грубо говоря, обучением вот канареек пенью. Один из самых таких известных представителей и основателей этой науки был Конранд Лоренц. Австрийский зоолог, который написал, по-моему, три книги. Ну у меня по крайней мере три книги есть. Это одна книга «Кольцо царя Соломона», потом вторая книга «Человек находит друга», третья книга про гусей какая-то, в общем, большая такая книжка. Это все про поведение животных. Как они общаются, какие звуки издают, почему это происходит. То есть, очень интересно, если вы интересуетесь вот этим всем делом, то есть, ну, почитайте эти книжки, найдите, почитайте эти книжки его. Они очень, будут очень полезны тем, кто хочет заняться действительно селекцией. Вот. Кто хочет, допустим, ну, действительно создавать птичку, которая будет потом радовать и его, и тех людей, которые у него в дальнейшем будут приобретать эту птицу. Вот. То есть, очень интересная, наука очень интересная, очень нужная, познавательная. Вот именно для, для вот даже тех же конороводов, я не говорю. А тех вообще, для заводчиков, которые занимаются разведением чистокровных животных, выведением каких-то пород и так далее, и так далее. Вот. То есть, я советую это. Это как одна из основ, чтобы тогда вы меня, наверное, будете лучше понимать и воспринимать то, что я говорю. Вот. Здесь, вот что такое зоопсихология, да? Одна из ветвей этологии. То есть, изучающая именно психологию, то есть, именно повадку, повадки животных. Почему они вот так делают? Почему они вот так делают? Почему вот так происходят у них контакты? То есть, все-все нюансы поведения. То есть, это психическое развитие. Когда я вам рассказывал и говорю, что вот я же не сразу же пришел к вольерному содержанию. То есть, я наблюдал за птицей. Я держал жесткой крытки. Даже по советам, так называемых, кавычках, авторитетнейших конороводов, хороших дрессировщиков, да? Вот конореек. Я делал, я закрывал жестко птицу. Я и бил птицу. То есть, я делал все то, что делают сегодня большинство конороводов. Что они считают это нормально. Хотя сейчас, в последнее время, уже намечается такая тенденция, что стыдно, наверное, сказать, что я держу крыто птицу. То есть, даже он держит крыто и бьет птицу, но он говорит, что я открыто держу. Ну, как бы стыдно уже сказать. Слава Богу, уже это, хотя бы это начинает появляться. Вот. Это уже меня лично радует. Я не знаю, кого как, а меня лично это начинает радовать. То есть, не зря вот это, сколько, грубо говоря, воюешь, воюешь на этом фронте, да? Я, так называемом, в кавычках, результаты появляются все равно. Мало, но появляются. Я говорю, вот, понимаю, что вот то, что я говорю, то, что я рассказываю, пытаюсь помочь любителям тех вопросов, которые они бы хотели узнать, ответы. Я знаю, что, ну, подавляющее большинство, что они делали, как они делали, они так же и будут делать. Если один процент из всех слушателей моих все-таки будет делать то, о чем я рассказываю, я буду считать, что я не зря вот эти лекции, так называемые, в кавычках опять, в дискуссии, записывал и выкладывал на YouTube. Вот. То есть, давайте все-таки, ладно, остановимся на зоопсихологии. Почему я говорю, птицы должны воспитываться в обществе? То есть, вот давайте немножечко образно представим себе на человеческом примере, грубо, условно, так скажем. Вот представляете, родился человек. Даже я про Маугли не говорю. Маугли тоже в обществе воспитывался, но в обществе, в природе, в обществе других зверей. То есть, не людей, а зверей. Вот. Я говорю о другом. Вот представьте себе, что вот родился человек, человеческий детеныш, вот. Его поместили в отдельное помещение, просто давали еду ему, чтобы он с голоду не умер, чтобы мог жить. Вот. И лишали его всякого контакта с себе подобными. То есть, он вот в одиночестве жил. Как вы думаете, в 14-15 лет такой жизни, ну, то есть, когда уже идет половое созревание и так далее. Что будет с этим человеком? Он нормальным будет? Нет. У него будет нарушена психика. Если он доживет до этого возраста, конечно. Вот то же самое происходит с птицами. Когда птенец рождается, единственное считает, что да, достаточно, сколько он с матерью общался, когда она его выкармивала. Этих навыков вполне достаточно. То есть, они приобрели, значит, инстинкт от матери, как поедать корм. Находить и поедать корм. Этого достаточно. Нет, недостаточно. Вот. И дальнейшее пребывание в одиночестве птицы приводит к чему? Я уже рассказывал про нарушение психики. Я проводил эти эксперименты. Я начинал открывать птицу в одиночных клетках. То есть, ну, в двухмесячном возрасте, полтора месячном возрасте. Когда они уже нормально кушают все, я их отсаживал в одиночные клетки, ставил перегородки, вот, и включал им фонограмму, чтобы они учились. И закрывал. Закрываю, открываю, закрываю, открываю, там, открывал, чтобы там, ну, на полчаса, на час, чтобы они покушали, там, этот, сам, попили водичкой нормально. Потом снова закрывал. То есть, при таком методе я крыто их держал. Потом я взял, просто-напросто перестал закрывать и вообще сделал стеллаж без дверей. Просто поставил на стеллаже и перегородки поставил между клетками. Скажу вам, что происходит. И это происходило не год, не два. Я три года таким методом обучал птицу. Да, она обучается, неплохо обучается, но в процессе обучения эта птица, на нее смотреть невозможно. Она трепает все свои перья, и на крыльях, и на хвосте, все погрызано. На птицу невозможно смотреть без слез. А что делать? Он сидит и крутит, ему делать нечего. Сидит, крутит перья, крутит, хвост свой грызет постоянно. От нечего делать. От нечего делать, потому что ему не с кем общаться. Это психическая болезнь. Она так и существует. Вот есть собаки, которые, знаете, вот как-то они научились хватать свой хвост. И это не отучишь уже, это очень сложно отучить. Это нарушение психики, от того, что она сама по себе живет в закрытом пространстве, одна с детства. И вот она думает, хвост это друг, и начинает гоняться за ним. До такой степени это доходит, что она начинает выгрызать свой хвост, откусывать раны. И у нее нарушается психика. Она боится уже себе подобных. Поэтому вот общение птиц до полового развития полного, да, это нормально. Когда они выясняют отношения и так далее, это все нормально. Так должно быть. Но человек лишает их этого. А потом, во время разведения, он удивляется, почему самец убивает самку, гоняясь за ней. Или самку убивает самца. Понимаете, аж до крови драки доходят, во время порога. Поэтому они даже запускают к самке, потом через два-три покрытия убирают, потому что самка начинает его бить, довольно-таки жестоко, или самец начинает ее бить. Но они не понимают, почему это происходит. А просто так надо делать. Вот система. Вася или Коля мне когда-то сказал, что надо делать вот так. И я буду делать именно вот так. И делать. Он не думает, это хорошо или плохо. Зачем думать? Кто-то когда-то подумал и решил, что это вот так. И все, и начинают делать. В итоге появляются вопросы у этих людей. Говорят, вот, а я вот так, а я открыто держу, а вот у меня вот это вот так, а это вот так. Открыто это не одиночная клетка. Поэтому вот эта наука, зоопсихология, она изучает именно вот, именно психическое поведение у животных в дикой природе. то есть популяциях, как они общаются друг с другом. Если мы это переведем на наше понимание канареек, которую мы содержим, да, мы должны понимать, что та же самая ситуация должна происходить и дома. То есть мы должны создать такие условия, грубо говоря, я не говорю такие, как в природе, но в психическом развитии, да, похожие условия. То есть если у вас есть 10 птичек, 10 птенцов всего-навсего, у вас нету возможности больше разводить птичку. Она должна содержаться друг с другом, они должны общаться вместе. И уже потом, после птенцовой линьки, это где-то конец августа, сентябрь месяц, вот тогда уже они поют в этом ванере, даже некоторые бывают, которые полностью поют песню, но никто никому не мешает. Да, они чуть-чуть зацепляют друг другу, но это ерунда. У всех гладкое оперение, плотное оперение, никакой грызни крыльев и хвостов нету. То есть, ну как, понимаете, человек пробует, да, вот ребенок, ему говори, не суй вот этот палец в розетку, потому что там может ударить током тебя, убить. Он не понимает, что такое убить. Понимаете? То есть, он все равно хочет пойти, ссунуть туда палец. И бьют ему по пальцу родители, и так далее. Все равно он хочет, значит, там запрещено, значит, что-то там интересное. Вот пока током не долбанет, вот тогда он только понимает, Опа, нет, я туда палец не буду ссунуть. Правильно мне говорили. Ну, что он? Пока, я не знаю, а что должно случиться в конороводстве такого, чтобы, ну, наконец-то, отрезвели конороводы. Что должно случиться? Сейчас такое пищевание, как будто все в пьяном угаре. Просто как какое-то это самое. Осталось-то там сгульки нос этих конороводов. Сгульки нос осталось. И вот такой разброд, разброс, каждый по себе, каждый для себя. Да это секрет, а если не секрет, как это, а если не секрет? Какой секрет? Какой секрет может быть? Это любительское дело. Что, бизнес? Значит, получается, что это бизнес. А в бизнесе, да, понятно, есть свои секреты. Потому что если ты свои секреты расскажешь другому, который занимается тем же самым бизнесом, то твой бизнес умрет, а его будет процветать, если у него больше возможностей есть. Так и происходит. А здесь какие секреты? Если вы так говорите про... Если не секрет, а если это не секрет, значит, вы предполагаете чисто коммерческую точку. Цель ваша коммерческая. И когда вам говоришь, что на это, говоришь, что у тебя что, коммерческие цели? Да нет, я для себя, для себя держу, для души. Ну, а как понять этого человека? Я не могу понять, как это для души. И вот человек, имея такую психическую позицию, психологическую позицию, то же самое перекладывает на ту же птицу. Понимаете? То есть, относится к ней чисто потребительски. Ему наплевать на здоровье птицы. Ему наплевать на то, что она недоедает. Ему наплевать на то, что она недополучает солнечного света и чистого воздуха. Главное, чтобы их было больше и больше колена напела, чтобы ее можно было потом хорошо продать. И чем больше их будет, таких хороших, тем больше бабла он сострижет. Я правду говорю. Нельзя так подходить к этому. Еще мой покойный отец, когда-то я маленький был, ну, маленький как молодой был. И вот я говорю, пап, смотри, вот если я вот это буду делать, ты представишь, потом вот это я размножил, там кролики были или что-то, не помню. Ага. Вот, а они там на рынке стоят столько, а вот в итоге я, посмотри, сколько я могу денег заработать. Он говорит, сынок, если ты изначально думаешь о деньгах, у тебя ничего не получится. Это второстепенным должно быть. А у нас как? Я знаю очень многих. Есть некоторые, которые умерли уже, царство небесное, которые, которые просто-напросто занимаются каким-то другим любительским делом, увидя на рынке, что вот эти птичек продают так дорого, он говорит, да нифига себе, зачем я это буду продавать, этим заниматься, я займусь этим, и у меня сразу пойдет, и я сразу вот столько денег заработаю, и так далее. В итоге что? Суже ковыряется, ковыряется, ковыряется вот с этим посредством. Нельзя. Изначально человеку должно нравиться. Во-первых, нравится. Во-вторых, если он хочет заняться этим делом, он должен досконально изучить все. в том числе и психологию этого животного или этой птицы, его повадки, что для нее хорошо, что для нее плохо. И вот когда вот человек начнет это понимать, тогда он может назвать себя заводчиком, который действительно, раз вот да, он будет получать какую-то прибыль от продажи птиц. Не без того. Но он будет выводить и качественно. Понимаете? Ну, грубо говоря, если вы пришли в магазин какой-то, купили вот определенный сорт колбасы, пришли домой, она сверху красивая вроде, упаковка. Пришли домой, порезали кусок, засунули в рот покушать, невозможно это есть, взяли, выкинули в мусорку. Вы в следующий раз пойдете в этот же магазин и купите эту же колбасу. Нет. Нормальный человек не пойдет. А у нас почему-то, я не понимаю, люди, понимая, что вот на конкурсах присутствуют в основном жестко крытые птицы, которые могут выкинуть какие-то колена или сделать брак в дальнейшем. Понимаете? Есть скрытый брак у нее. Они очень хорошо это понимают. Но они платят сумасшедшие деньги, покупают эту птицу, она портится у них, потом они ее за копейки куда-то отдают. Понимаете? И потом другое. Вот держит человек птиц. Я помню еще Царство Небесное Мищенко Юрий Павлович. Спрашиваю у него. Слушай, я говорю, как вот этот... Ну тогда еще колец не было таких. Сами делали кольца. Набивали вот этим цифры. Разъемные колечки делал. Он говорит, а я, говорит, когда продаю птицу, я всегда снимаю кольцо. Либо в зоомагазин, когда сдаю, либо куда-то барыгам на рынок. Я снимаю кольцо. Я тогда не понимал этого. Почему он это мне говорит? Это было давно, лет 20 с лишним назад. А сейчас я начал это понимать, почему он это так делал. Чтобы не было лишних разговоров. То есть у любого конорабода есть неликвид птицы. То есть с браком птица, не полностью поющая. Ну, грубо скажем, генетический отход. Генетический мусор так называют. Но его куда-то девать надо. Сдают, допустим, в зоомагазин. Кто-то покупает. Опа. Потом приходит номер кольца. А тем более сегодня, когда этот интернет есть, они сразу же опа, друг другу. Ты знаешь, я купил вот кольцо Мищенко-птица. У меня есть Мищенко-птица. Он приходит, слушает, говорит, слушает. Она, это, 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 это не птица, это не песня, это мусор какой-то. Понимаешь? Опа. А чья это птица? Это Мищенко. Значит, у Мищенко все птицы такие-сякие. Ну, это я образно говорю. вот теперь я начинаю вот это понимать. И даже я знаю многих, которые переделывают, ножницы делают специальные, чтобы срезать кольца. вот чтобы не было просто пустой болтовни. Потому что у нас народ любит поболтать. Он один написал там, я вашу птицу купил, она четыре колена поет. Напиши номер кольца, почему не пишешь до сих пор? Зачем вот такие вещами заниматься? Зачем? Я не понимаю. Нервирует меня, что ли? Не надо меня нервировать, я спокойный человек. Я то, что считаю нужным, я то и говорю, открыто, прилюдно. Вот. Мне наплевать, кто что обо мне подумает. Нормальные люди нормально подумают. Ненормальные, ненормально подумают. Ну, это же адекватно все. Вот. Поэтому, поэтому вот так. Ладно, беседа у нас, наверное, заходит далеко. Поэтому давайте закончим на этом, пока на сегодня. Ладно, давайте. До свидания, ребята.